Да, добрый вечер. К сожалению, очень мало времени, мне придется включить режим идти на кандалаки и говорить очень быстро. Время пошло? Да, вот наша схема будущего проекта HubLab. Мы будем создавать что-то между HubSpaces, HubLab, заниматься социальными проектами. Будет у нас место для работы любыми инструментами или всевозможными машинами, типа Sinsin, это Freezer, как бы на английском. Мы будем заниматься программами образования, то есть я имею в виду какие-то курсы для людей, которые хотят научиться моделировать или создавать какие-то вещи, например, собрать 3D-принтер или еще что-то в этом духе, или программировать на Arduino, те же 3D-принтеры или роботы. 20 секунд, да? Макинтош. Если вы посмотрите, вот у нас такой беленький принтер стоит там сзади, там их два. Вот это как раз объекты, которые может печатать такой принтер размером с баскетбольный мяч. Часто задают вопросы люди, которые приходят сюда в гостиную пока что, какого размера он может печатать. Вот это вот такие вот объекты, то есть детализированные какие-то архитектурные макеты или вот большие, объемные. Используется ПЛА пластик для большой передачи. Вот на картинке представлен типичный hackerspace. Это в Нью-Йорке New York Resistor. То есть здесь очень много каких-то непонятных вещей, это как бы более рабочая зона. То есть я к чему это говорю, что в нашем пространстве тоже будут подобные рабочие зоны и доступные зоны для пользователей, где будут просто рабочие столы или будут проводиться семинары, лекции и тому подобная активность. Третий. Вот, китайцы вот по поводу вот хаб-лабов, хаб-спейсов, которые можно встретить или ярмарки, Мейкерспейер или называется, в Парсионе недавно проходила такая крупнейшая ярмарка. Вот, китайцы решили, что можно в принципе и вот такое решение иметь, то есть мобильную какую-то такую станцию выставлять где-то посреди города, там показать принтеры, какое-то сканирующее оборудование, рассказать о проектах, то есть представить что-то в таком ключе. Вот, мы проводим эксперимент по сканированию человека прямо вот здесь, вот возле аквариума, с помощью бытовой вот этой игрушки Kinect. Это нужно для Xbox, для игры на Xbox. То есть эту машинку можно использовать для того, чтобы получить облакоточек и 3D mesh, которые можно в дальнейшем напечатать на принтере. Сейчас я вам покажу следующий слайд. Вот, это процесс создания вообще 3D-печать, это аддитивное производство. Это вот Redmond, который вы видите рядом, вон там второй маленький принтер. Он наносит пластик, экструдирует его слой за слоем и создаёт конечный объект, выращивая его таким образом. Можно следующий, да? И вот в результате получается 3D-объект, когда он заканчивает послойное создание. Вот это как раз тот парень, которого мы сканировали. Вот, и сама проблема в основном заключается в том, что немногие люди умеют моделировать и переводить эту цифровую информацию, как бы материализировать. Соответственно, наш проект будет помогать людям с практически нулевыми знаниями реализовывать их проекты там вот на втором этаже. Вот мы видим типичный пример RepRap, который вот похож, это первая модель, которая там у нас стоит. Вот это уже новое последнее поколение RepRap. Их можно создавать из подручных средств, используя микроконтроллеры Arduino, вот металлические детали, и большинство деталей можно печатать тоже на 3D-принтерах. Соответственно, у нас будет несколько вот проектов, связанных с переработкой мусора и получением проволоки из мусора, из бутылок там, ПВА, ВС, HDPE пластиков и печати на них таких подобных RepRap-машин. То есть сам проект RepRap, я расскажу об этом позже, вот, может, именно на лекции, посвященной 3D-печатникам. Ну, вот типичные хайкеры, которые занимаются своей типичной работой, создают и улучшают какой-то маленький RepRap. То есть это... А вот сейчас очень интересный такой объект, это 3D-ручка производства, какой компанией, называется 3D-яя, вот мы видим и объект, который нарисован. То есть это экструдер, как у принтера, который используют проволоку, но вы можете работать с ним руками. То есть можно что-то рисовать в пространстве. Вот, у нас будет вот эта проволока, которая используется в 3D-печати, в 3D-ручках, в любой такой вот подобной FDM-технологии, это называется, то есть, юзи-депозиций модулин. Вот, они бывают разных цветов и есть несколько разных материалов со своими характеристиками. Вот, это, кстати, очки нарисованные в этой 3D-ручке здесь, и этот же парень был вот сканирован и напечатан. То есть, ну вот как-то так вот, да. Да, можно делать всевозможные вещи, как по подложке, то есть, что-то нарисовать или напечатать на принтере, склеить, сделать большую подложку и нарисовать по ней. Вот вы можете увидеть части эльфовую башню, она здесь, она не до конца собрана, но она в процессе тут, по всей гостиной разбросана ее части. Вот, например, пример подложки очков, то есть, если мы распечатаем такое на бумаге, мы можем это обвести и получим раму вот этих Ray-Ban-ов. То есть, это может быть все, все что угодно абсолютно. Вот, мы видим практически вот готовую эльфовую башню с ее создательницей, которая такая... Это очень, на самом деле, кропотливый труд, потому что вы говорите, что у эльфовой башни достаточно высокая детализация, и им приходится рисовать. Вот, как раз используется метод подложки, то есть, мы распечатали на четвертых листах и собрали эту модель, чтобы по ней можно было нарисовать все. А вот теперь очень занимательная штука, как Oculus Rift, это такие очки виртуальной реальности. То есть, многие люди вот слышат о том, что и Oculus, Oculus, другие, 80-е, казанокосильщик, ля-ля-ля, а как же это на самом деле выглядит? То есть, в основном, люди действительно выглядят как-то так, когда одевают их. То есть, есть, конечно, исключения, но зачастую просто это действительно шокирует, потому что, если вот смотреть в интернете данные, которые мы можем видеть, то есть, это стереографическая картинка, которая вот на два глаза посылает разные изображения. Но когда она складывается в мозгу определенным образом, это абсолютно другой эффект. То есть, это лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Вот, дальше на картинке мы видим дрона, который управляется с помощью Oculus Rift. То есть, там стоит стереоик из двух камер, которые вы крутите головой, и камера дрона повторяет ваше движение. Уже на кишевте мы собираемся запускать такого подобного дрона, может, не совсем такого, но использовать Oculus Rift. Вот, это как лабораторное исследование, вроде как есть открытого хода программное обеспечение, и у нас уже есть и дрон, и Oculus. Вот, парень как раз одевает Oculus, у него управляющий элемент, то есть, он полностью видит глазами дрона во время того, как он взлетает, садит этого дрона и так далее. Это, я не знаю, я видел записи, как летали через Oculus, и это же несравнимо, в принципе, ни с чем, даже с компьютерной графикой. Вот, и еще по поводу вот так, нашего оборудования, то есть, когда говорят CNC, лазерные машины и другое, другое, да, это все будет. Вот, но обычно человек представляет это себе какого-то вот такого человека в очках с каким-то страшным лазером или еще с чем-то. Вот, и наша задача будет продемонстрировать работу лазерного реза, фрезера, вот этих 3D-принтеров, они будут работать, познакомить людей с 3D, самим процессом, как бы, pipeline, да, переработки данных из цифры в реальность. Реальность. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, все равно можно будет увидеть на гишерте, все это и намного больше. Спасибо всем.